За снегом вода. С установлением плюсовых температур город превратился в аквапарк. Вот только мало кого лужи радуют. А ливневки у нас нет в городе, вы знаете об этом. Ливневки нет. Очень плохо я отношусь к городу. У меня вся мокрая обувь. Конечно нет. Если бы все устраивало, жить было бы неинтересно. Только 30% городской уличной дорожной сети оборудованы ливневой канализацией. Оставшаяся часть с таянием снега уходит под воду. На улице Победы областного центра лужи образуются каждый год. Периодически по жалобам местных жителей ее откачивают. Но в общем проблему это не решает. В ближайшие годы ливневка здесь точно не появится. Однако управление благоустройства рассматривает другой способ справиться с подтоплением. У нас запланировано на третий квартал 2017 года мероприятие по монтажу водоотводящих лотков. Протяженность по предварительным подсчетам несколько десятков метров до 70 метров лотков. То есть она до угла, соответственно, ограждений и будет уходить в рельеф в сторону реки. Справиться с лужами, о которых городской администрации не знают, тоже реально. Управление благоустройства реагирует на каждое обращение жителей. И чем их больше, тем быстрее и лосось появится на вашей улице. Хотел бы обратиться к жителям по возможности при обнаружении подтопления в каких-то районах сообщать дополнительно. То есть пускай будет лучше несколько заявок по одному и тому же вопросу, чем вообще ни одной заявки. По телефонам можно либо в управление благоустройства, но это рабочие дни, а у нас проблемы с подтоплением могут возникать круглосуточно. Поэтому не менее рационально будет обратиться в ЕДДС, в нашу единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефоны 3-0, либо 41-18-10. В приоритете, конечно, наиболее оживленные дороги, а также территория неподалеку от социальных учреждений, школ, больниц и так далее. Если же озеро появилось во дворе, обращаться нужно в управляющую компанию. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Ага.